Светлана Ивановна Прокофьева Действительно интересный, важный проект «Затейли» на федеральном уровне. И я так понимаю, что этот региональный проект — это подпроект «Творческие люди». Расскажите немножко, буквально несколько слов о нем. В 2018 году указом президента Российской Федерации создан национальный проект «Культура» и под проектом является проект «Творческие люди». В рамках этого проекта проводится в этом году «Летняя творческая школа для одаренных детей Алтайского края». А скажите, что это значит? Это значит федеральное финансирование или нет? Это значит, что мы получили дополнительное финансирование. Федеральное или региональное? Федеральное дополнительное финансирование. Это хорошо, это приятно. И будем проводить эту летнюю творческую школу. Я, насколько знаю, на базе вашего музыкального колледжа существует еще региональный центр для здоровья. В 2012 году создан на базе Алтайского государственного музыкального колледжа региональный центр для поддержки одаренных детей и молодежи, который работает в основном на средства гранта губернатора Алтайского края. И основной целью этого центра является выявление и поддержка талантливых детей. Их сопровождение в профессию и методическая помощь преподавателям. Собственно, такая комплексная, большая работа. Ежегодно она осуществлялась на средства гранта. Вот в этом году благодаря национальному проекту «Культура» мы осваиваем новую для себя форму организации летней творческой школы. То есть она впервые проводится, да? Нами она проводится. Такая форма, да? Да, нами она проводится впервые. Ранее учебно-методический центр проводил такие творческие школы, тоже на поддержку грантов губернатора. Но для нас это первый опыт, для музыкального колледжа. Ну, расскажите немножко о самой школе. Где, во-первых, она будет проходить? Кто будет участвовать в ней? Летняя творческая школа будет проходить с 17 по 27 июня на туристической базе в селе Алтайское. Туда приедут 28 отобранных в результате отбора конкурсного, в том числе, отбора лучших учащихся, играющих на народных инструментах. Туда приедут преподаватели Новосибирской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки, профессор консерватории заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Алексеевич Ручин, преподаватель кафедры народных инструментов, лауреат международных конкурсов Анастасия Александровна Бурмистрова и преподаватель Алтайского государственного музыкального колледжа, ведущий преподаватель по классу Домры в Алтайском крае Ольга Александровна Оленбергер. Три преподавателя, каждый на своем инструменте, будут в течение 10 дней заниматься с этими детьми и по итогам летней творческой школы пройдет концерт в селе Алтайское. Об этом уже тоже есть договоренность. Накануне, 26 июня, пройдет такой концерт, где ребята покажут то, чему они научили за эти 10 дней. Ну, а для детей, конечно, это замечательная возможность совместить отдых летний и занятие любимым делом музыкой. 28 лучших учащихся из каких районах и городов? Уже известно? Конечно, известно. Списки давно составлены. В основном отбор происходил после регионального конкурса Южный Алтай. Это конкурс исполнителей на народных инструментах. И по направлениям Домра, Аккордеон и Баян это район Советский, Мамонтовский, Рубцовский, это Барнаул, это Камин-на-Аби, Бийский район и многие другие. Ну, это хорошо, что ребята приедут из даже удаленных районов. Это очень важно, мне кажется. Да, да, да. В общем-то, цель была прежде всего такова, чтобы ребята, которые не имеют возможности консультироваться с ведущими преподавателями по своей специальности, могли получить эту возможность не разово, а в течение 10 дней системно. Скажите, а вот почему именно летняя школа игры на народных инструментах? И вот каждый год она будет меняться как-то форма? Может быть, в следующий раз на других инструментах будут? Или вы только народные инструменты будете развивать, поддерживать в летней школе? Ну, вы знаете, нет, конечно, не только народные инструменты, потому что все инструменты заслуживают внимания, уважения, они все нуждаются в поддержке развития. Но начали с народных инструментов, потому что, наверное, это технически легче организовать такую школу, поскольку вывезти куда-то на летнюю базу творческую рояли, ну, в общем-то, достаточно сложно. Конечно, да. А народные инструменты... Либо да, либо там где-то надо их потом хранить, как рояли там, не знаю, в пещерах там во села Алтайского, да? Ну, конечно, мы на это не отважимся. Конечно, да. Вот. И народные инструменты, потому что, во-первых, это мобильнее. Вот. И, конечно же, есть план создать, почему это в Бийском районе, на базе филиала Алтайского государственного музыкального колледжа в городе Бийске, поскольку есть такая идея создать творческую школу на постоянной основе, чтобы она работала не только летом, но и в течение учебного года. Интересно. Да, поскольку в Бийске есть замечательное общежитие, которое отремонтировано, новое, удобное, можно детей методической зоны Бийской собирать, допустим, в выходные дни, такая школа выходного дня, приглашать ведущих преподавателей и организовывать в течение учебного года. Была такая идея в дополнении вот к летней творческой школе. Вот. Но и в дальнейшем, конечно, если это все-таки проект будет длиться пять лет, я думаю, что и другие инструменты, собственно, также будут организованы школы игры на других инструментах. А вот о том, о чем вы говорите сейчас в Бийском районе, да, или колледже там, это тоже в рамках проекта, То есть вы тоже при поддержке федерального, да? Мы единый колледж, теперь мы единый колледж с 2017 года. Три колледжа, Руссовский, Бийский и Алтеский объединили в один колледж. Теперь единый колледж, у нас одно образовательное пространство, поэтому, говоря, что проходит на базе Алтайского государственного музыкального колледжа, мы, в общем-то, подразумеваем, что центром проведения является Бийский филиал. Бийский филиал. Поскольку народные инструменты это традиционно сильная сторона Бийского колледжа, Ручин, Анатолий Алексеевич, он тоже курирует достаточно давно этот колледж, приезжает с мастер-классами, и в том числе на конкурсе Южный Алтай, он также был одним из представителей жюри. Поэтому дети нуждаются в такой системе поддержки для того, чтобы привить им интерес к профессии. И общение с педагогами, с мастерами настоящими. То, чего не хватает вообще-то в глубинке у нас, к сожалению. То есть, что приезжают такие профессионалы, такие известные люди. Я думаю, что... Ну, 10 дней, наверное, не так много, но все равно, наверное, можно что-то показать, рассказать, как-то пообщаться с ребятами. Да, конечно, конечно. Дело в том, что забота о всех детях Алтайского края, она и находится в приоритете регионального центра. И, в общем-то, гранты наши состояли в том, что мы силами лучших преподавателей колледжа совершали выезды в районы Алтайского края и оказывали помощь преподавателям, отслушивали детей, показывали своих студентов с концертами. Собственно, вот такая была постоянно творческая волна общения. Сейчас, конечно же, это было разово, собственно, насколько могут приехать преподаватели. Они могут приехать на один день. Но сейчас 10 дней, конечно же, это уже другой этап, качественный, поэтому ежедневные занятия с профессором, я думаю, явятся для детей замечательным стимулом для профориентации. Проект рассчитан, национальный проект, на 5 лет, да, вы сказали? Да, на 5 лет. А вот вы, наверное, и планируете, да, то есть на следующий год какие-то проекты, то есть уже участвовать будете, и тем более, что раз федеральное финансирование, нужно этим пользоваться, да? Вот эта школа, она не единственная, да? То есть что у вас там в планах, да? Ну, школа, конечно, не единственная. Там же нет ограничения, сколько угодно вы можете там проектов предложить или нет? Ну, вы знаете, это на усмотрение, конечно, нашего регионального инициатива культуры, в том числе, возможности, поскольку, конечно, хотелось бы развиваться по всем направлениям, всем музыкальным инструментам, дать одинаковые возможности. Вот, но творческая школа, она не предполагает только вот народные инструменты. Вот, потому что, конечно же, надо развивать и духовую школу, духовые инструменты, струнные инструменты сейчас находятся в очень такой сильной, я бы сказала, даже какой-то пиковой форме, поскольку у нас конкурс в колледж на струнные инструменты, конкурсы регионального масштаба, они практически по уровню, равны конкурсам международного уровня. Вот, поэтому, конечно же, хочется по всем направлениям. Ну, будем надеяться, что так и получится. Тем более, что, действительно, проект рассчитан на многие годы, и это большой плюс, конечно. Светлана, большое спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Удачи вам в ваших проектах, в начинаниях. До новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что на вас в гостях была директор Алтайского государственного музыкального колледжа Светлана Ивановна Прокофьева. Спасибо за внимание. До встречи.